В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Для Советского Союза это был символ национального престижа, избывшейся мечты, на долгие годы обеспечивавшей уважение к стране всего мира. И до сих пор первый полет человека в космос, как и победа в Великой Отечественной войне, остается в числе немногих несущих стержней российской национальной идентичности. 12 апреля день космонавтики, который отмечается в нашей стране, является тем событием, которое изначально консолидировало, объединило, сплотило все слои общества нашей страны. От человека труда, который за станком выполнял какие-то работы по изготовлению оборудования для космических кораблей, до творческой интеллигенции, которые воспевали этот подвиг. 12 апреля наша страна и весь мир отметила 60-летие первого полета человека в космос. Это всенародный праздник. Сегодня для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. И можно сказать, что тут особенного, но ведь совсем недавно о космических полетах говорили, как о фантастике. 2021 год – это год 60-летия полета первого человека в космос. Это знаковое событие, которое не могло бы свершиться без труда всего населения нашей страны, многонационального населения нашей страны. Ведь с космодрома Байконур, который располагается в казахских степях, стартовала ракета «Восток», на борту которой находился первый человек Юрий Алексеевич Гагарин. В городе Куйбышеве, находящемся на излучине реки Волга, были созданы двигатели и детали космическим кораблям. Представители разных народов внесли свою лепту в это знаменательное событие. Поэтому не случайно в нашем городе, в Самаре, в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос, в учреждениях культуры проходят тематические творческие встречи. Сегодняшнее мероприятие носит ярко выраженный культурный характер. Ведь освоение космоса – это единый трудовой и творческий порыв советского народа. И сегодня будут звучать песни об освоении космического пространства. Песни, которые вдохновляли поколения советских людей на освоение космоса, на трудовые подвиги. Объединяли общество, консолидировали его, помогали людям, молодым людям становиться лучше. И наша задача – приобщить к этой традиции представителей молодого поколения самарчан. Песня «Самара» Самара отметила дату полета Юрия Гагарина космическим концертом. Про космонавта написано множество песен, самые известные из которых – песни Александры Пахмутовой, на стихи Николая Добронравова. Знаете, каким он парнем был? В концертно-театральном комплексе «Дирижабль» в рамках одноименного городского фестиваля состоялась премьера программы Самарского муниципального концертного духового оркестра под управлением заслуженного артиста Самарской области, лауреата Губернской премии Марка Когана. И мы подбирали музыку таким образом и программу таким образом, чтобы каким-то образом нарисовать портреты эпохи, если разрешите так сказать. Не знаю, насколько это удалось, но цель была. И сегодня, спустя 60 лет полета первого человека в космос, мы можем лишь поражаться той поистине магической силе музыки, способной воодушевить великое множество людей, вдохнуть в них веру в национальное достоинство. Именно наша страна открыла новую эру – эру космоса. И прошло уже 60 лет, и действительно стало уже очень привычным, что наши космонавты большое время проводят в космосе, выходят в космос. Это у нас космические станции, переходят из одной станции в другую, и это уже становится как бы обычным. Но 1961 год – это был действительно прорыв, это была такая гордость за страну, за народ. Песни и музыка во все времена играли в жизни страны огромную роль. Благо, талантами Самара никогда не была обделена, а где этими талантами делиться, как не на конкурсах и фестивалях. Тем более, что она объединяет опыт поколения и передает национальный колорит. В программе приняли участие вокалисты и творческие коллективы. Ярким штрихом стали выступления полюбившихся коллективов. Сопричастность к историческому событию ощущают и представители молодого поколения. Трио «Селена» подбирали репертуар к сегодняшнему концерту особенно тщательно. Мне очень нравится репертуар, который подобрали именно нам, потому что эти песни, как мне кажется, отображают больше всего советский дух. Советские тексты, песен, которые сейчас нам выпала возможность исполнить. Оркестр сделал шикарнейшую оранжевку, очень подходящую под современный стиль. И я считаю, что песня живет и заиграла новыми красками. Это очень-очень здорово. Помимо обычных зрителей, школьников на концерт пригласили почетных гостей. Праздник посетил ветеран ЦСКБ «Прогресс» Михаил Федорович Шум. Ветеран рассказал, что полет Юрия Гагарина в космос стал возможным благодаря труду множества людей на Куйбышевском заводе «Прогресс». И они, работники в тогда еще только развивающейся ракетно-космической отрасли, осознавали, как изменится мир после 12 апреля 1961 года. Я с удовольствием приветствую то, что люди делают и прославляют нашу Родину, нашу космонавтику. Это очень хорошо. Тем более, когда молодежь, чтобы она знала и стремилась к тому, чтобы продолжать то, что мы когда-то начинали. Национальный колорит празднику придали выступления коллективов культурных центров Самары. На фестиваль приехали представители народов нашего многонационального города. Концерт великолепен. И реакция народа, публики была тоже очень эмоциональная и хорошая. А может быть, вы что-то вспомнили, слушая эту музыку? Ну, конечно, особенно овертюра. Это действительно все. И песни. Ну, они прямо, ну, поднимают настроение. Прямо все это вспоминается. Наша молодость, то, что мы делали. За 60 лет полеты стали выше, эксперименты сложнее. Сегодня в космосе проводят множество научных исследований в разных областях, от медицины до сельского хозяйства. Но именно песня «Строить и жить помогало», вспоминает Михаил Федорович. Сколько было рождено песен, уже когда особенно полетел Гагарин. И мой Вася будет даже на Луне, пели и все песни. Уж не говоря о том, что мы сами там сочиняли, на этом полигоне, и тоже их пели. Музыка в нашем деле далеко не последнюю роль играет. Так что мы всегда, вот, даже тогда у нас ребята сочинили такую шуточную песню насчет выхода в космос, если вы помните ее. В космос на прогулку вышел он. Вязнут в небе ноги, страшные созвездия стали вряд. Ну вот, это все оттуда рождалось как раз в то время, когда мы работали. Так что мы всегда поддерживали музыку, и она жила с нами и до сих пор живет. На сцене тематические композиции сменяли популярные песни легендарного времени первого полета человека в космос. И зрители пели вместе с артистами. Это событие мирового масштаба. И не стоит забывать, и всегда нужно помнить, что над созданием этого чуда, технического чуда, трудились многие-многие сотни и тысячи людей абсолютно разных национальностей. Поэтому этот концерт, еще раз подчеркиваю, что когда многоциональный, единый организм трудится над созданием чего-то величественного, получается отличный результат. Праздник приурочен к 60-й годовщине со дня первого полета человека в космос. Как отмечают организаторы воспитания подрастающего поколения, через рассказ о наследии российской космонавтики нашего города – это очень важный момент для будущего нации в целом. Когда мы готовили мероприятие, посвященное 60-летию полета Гагарина в космос, мы большой акцент и главный акцент сделали на подрастающее поколение. Тоже старшее поколение убеждать в этом не надо. А наша молодежь, которая живет в век компьютерных технологий, в век информатизации, они несколько по-другому, наверное, и не так, наверное, патриотично воспринимают некоторые моменты. И вот наш цикл мероприятий, посвященный космосу, он направлен именно на эту целевую аудиторию. Проведение городского фестиваля «Знаете, каким он парнем был» – это значимое событие и не для молодого поколения на примере космической истории нашей страны и родного города. Наша малая родина, наш родной город является тем важным звеном в освоении космического пространства, без которого эти достижения, полет первого спутника, выход в космос первого человека были бы просто невозможны. И они, молодые люди, являются наследниками всего этого достояния. Тема фестиваля и его содержание позволяет также привлечь внимание молодых людей к теме патриотизма, чувства гордости за свою родину, свой город. Мы видим большой отклик среди детей, среди их родителей, среди педагогического сообщества, к которому приходят наши мероприятия. И они воспринимают для них, для некоторых, просто открытие песня. «Знаете, каким он парнем был», а что в «Человек в космосе» был всего чуть больше минутки, а это был прорыв. И для них такое откровение, искреннее удивление. И мне кажется, это остается в их юных душах. Это самое главное. А когда мы видим блеск в глазах детей, я думаю, для музыкантов, для оркестрантов нашего оркестра, который находится на сцене, лучшей награды не надо. Литераторы и художники, режиссеры кино и драматурги, композиторы и поэты посвящали свои произведения покорителям космоса, воспевая день космического масштаба. Самара к этой дате первому полету человека в космос имеет, конечно, прямое отношение. Многие космонавты летали на космических кораблях, которые конструировали, собирали и испытывали в Самаре. «Для нас, особенно для куйбышевцев, самарцев, эта дата должна быть особым ореолом, выделена в любом календаре, будь то электронный гаджет или бумажное издание на стене. 12 апреля для нас это наш национальный праздник». В зале прозвучали известные песни из кинофильмов «Москва-Кассиопия», «Большое космическое путешествие», также популярное в свое время «Заправлены планшеты», «Космические карты». «Это преемственность, как раз музыкальная преемственность, чтобы они знали, что это песня про Гагарина, потому что Гагарина не знает, кто такой, а песню, знаете, каким он парнем был, может быть, не все слышали, не все знают. Или знаменитая увертюра Петрова, которая сейчас фоном звучит, исполнение оркестра, это же великая музыка, передающая как раз всю ту непростую эмоциональную сферу, в которой работали сотни тысяч людей». Несомненно, и сами участники концерта ощутили чувство гордости за свой народ, свою страну и ее героев. В результате такого творческого союза замечательные концерты, которые с большим интересом были приняты публикой, все исполнители выступили достойно. «Замечательный концерт для подрастающего поколения, очень важен эмоциональный настрой, тем более такой праздник 60-летия, первого полета человека в космос. Конечно, в школе мы проводим мероприятия, конкурсы рисунков и защиты проектов, но концерт дает ребенку, в общем-то, полет в космос, музыка всегда сопровождает нас в хороших мыслях. Услышать оркестр вот на сцене, исполнение таких прекрасных произведений, ну, это будоражит кровь. Детям очень, я думаю, понравилось, впечатлений будет очень много. Сотрудничество профессионального коллектива и детей, безусловно, станет новым витком в творчестве юных музыкантов нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова